На 20 тысяч человек ни одного центра дополнительного образования. Родители отправляют детей в кружки и секции на общественном транспорте. Долго неудобно, но вот эти останки былой славы все обходят стороной. Здание не знает ремонта уже лет 20. Стены в трещинах, штукатурка обвалилась. А название на вывеске уже с трудом можно прочитать. Вот такой вот дворец культуры в Ленинском районе. Собственник давно уже потерял интерес к этому помещению. А жители все еще надеются, что здание отремонтируют. И в этот дворец культуры еще будут ходить их дети. Здесь проходили выборы, здесь проходили концерты всевозможные. И вся круга вот отсюда, она всегда стекалась в этот клуб. Здесь всегда столько было народу. И всегда было весело, и всегда было куда пойти. Сейчас у нас вот дети брошены у нас. То есть они вот здесь по площадкам, где-то по гаражам прыгают, бегают. А значит пойти сюда они не могут. Жители микрорайона Этна-2 в Нижнем Новгороде не устают обращаться с жалобами на отсутствие учреждения доп. образования рядом с домом. По их словам, деятельность дворца культуры прекратилась вместе с его передачей в частную собственность. А собственник разогнал все кружки и на связь не выходит. Мы обращались в очень многие инстанции, в администрацию Ленинского района. Мы обращались к представителю президента. Потом в ЗАГС собрание писали. И в общем-то на сегодняшний день проблема остается нерешенной. Ответ окончательного нам никто не дал. На жалобы жителей откликнулись представители Народного фронта. Инициативная группа уже начала работу. Предложить мы здесь можем в данной ситуации свое активное участие и содействие. Понятно, что мы не можем гарантировать результат по множеству причин. Но мы видим, что у муниципалитета есть возможность при определенном желании вернуть объект в лоно культуры. Заселить его детьми, чтобы здесь вновь раздавался детский смех и дети были заняты. Чтобы запустить работу дворца культуры вновь, нужно выкупить здание у собственника. Такой положительный пример уже есть. Несколько лет назад бум-комбинат «Волга» продавал свой дом культуры. Его выкупило областное правительство и передало в муниципалитет города Балахна.